Олег Щерботенко Сео-компания IT Enterprise Расскажу сегодня о своем видении Темы диджитализации, цифровой трансформации И кратко остановлюсь на реальных кейсах Получения эффекта от цифровой трансформации Наших клиентов Вначале я хотел бы, чтобы мы разобрались А что же такое индустрия 4.0 Почему? Потому что термин цифровая трансформация Он появился не сам по себе А появился в ходе проектов Внедрения технологий индустрии 4.0 Именно эти проекты Создали такие поток И технологий, и направлений По цифровой трансформации предприятий Когда мы говорим А что такое индустрия 4.0 То мы часто связываем с этой темой Такие технологии как ERP, роботов, скада системы Мы говорим, что это там CRM системы, которые сейчас все покупают Вместе с тем это все технологии индустрии 3.0 Которая активно внедрялась и развивалась в 1970-м до 2005-го года Но с 2014-го года появились совсем другие технологии Такие как Digital Twin, цифровой двойник Artificial Intelligence, искусственный интеллект Machine Learning, Machine Vision Машинное зрение, машинное обучение Появились тех технологий, которые приносят новый реальный эффект В ходе проектовых внедрения И, скажем, эти технологии позволяют получить более 25% Ускорения процесса в производстве И сделать эти процессы на 30% дешевле Но если так говорить, это просто Если же мы, скажем, более глубоко посмотрим на это понятие То можно, скажем, обратиться к материалам Я взял для примера материалы компании McKenzie Эксперты McKenzie показали, что действительно в каждом направлении Создание ценности для бизнеса Имеются свои преимущества от внедрения технологии индустрии 4.0 И среди таких важных это то, что в рамках клиентоориентированной экономики Важно выпускать новые продукты на рынок И процессы ускоряются на 20-50% Сокращаются простои на 30-50% Все это пути эффективности И когда мы говорим об эффективности Мы должны понимать, что, да, за ними стоят технологии И стоят тренды, в рамках которых они двигаются Какие тренды мы наблюдаем? Ведь индустрия 4.0 появилась не сама по себе Она появилась в рамках стремительного развития клиентоориентированной экономики И как реакция, скажем, Европы и США на стремительное развитие экономики Китая И поэтому мы видим, что новые технологии Они стоят во главу угла искусственный интеллект Почему? Потому что это драйвер Движение к безлюдным И, скажем, автоматически работающим производствам К цифровым двойникам И, скажем, это путь Совершенно другим принципиальным методам управления И к чему это приводит? В том, что тем, чем раньше гордилась Украина У нас дешевая рабочая сила Этот фактор теряет свою такую актуальность И если раньше все предприятия создавались Переносились в Китай Именно там считалось, что эффективно работать Потому что там дешевая рабочая сила Этот фактор теряет свою актуальность Почему? На безлюдном производстве нет необходимости в людях И поэтому нет необходимости в дешевой рабочей силе Еще один фактор Что себестоимость производства Уже в развитых странах США, Германии Она ниже, чем в развивающихся Потому что меньше тратится затрат на труд Процессы более эффективны, более оптимальны И это позволяет получить дополнительный эффект Но когда мы говорим про эффект Нам важно еще посмотреть А как мерить этот эффект Я видел и на стенде Линн-Иститут И вижу, что эксперты в основном обращаются К показателю OEE Это Overall Equipment Efficiency Почему? Показатель достаточно простой Это произведение трех показателей Доступность оборудования Производительность и качество Но именно эти три показателя показывают Насколько процессы будут эффективны в компании Считается в мире, что такой вот Среднестатистический показатель Нормально работающего предприятия в мире Это 55% OEE Скажу так по секрету В Украине этот показатель не поднимается выше 40% И действительно, что это значит? Что здесь взять компанию В которой 82% доступности оборудования 82% производительности 82% качества Это достаточно высокий показатель То OEE всего лишь 55% Кто не верит, может перемножить И о чем это говорит? Что вот есть завод Который работает с эффективностью 55% Что это значит? Это значит, что рядом стоит завод Который не работает Но имеет потенциал 45% Этот потенциал надо использовать для чего? Для того, чтобы повысить эффективность этого завода И действительно, цель наших проектов Это поднять эффективность работы компании За счет повышения эффективности работы Оборудования и систем управления Хотя обычно в наших заводах И собственники, и, скажем, руководители компаний При наличии проблем с производством Поступают традиционно Они покупают новое оборудование Или набирают новых людей Но когда они это делают, они понижают OEE Делают его еще меньшим Цель наших проектов Это поднять OEE И сделать процесс более эффективный Но если в зале есть финансовые директора Или собственники бизнеса То я для увязки показателей с финансами Скажу, что 10% увеличения показателя OEE Это плюс 200% прибыли От эффективного использования производственных активов Это очень важно Ой, вернусь назад Но сейчас несколько кейсов То есть я хотел показать вам кейсы предприятий И как эффект получается от внедрения новых технологий Начну с кейса интерпайпа Действительно, с чем столкнулся интерпайп? Тем, что в 2014 году Потерял 60% своего рынка Из-за того, что ушел рынок Российской Федерации И в этом случае им нужно было срочно перейти на мировые рынки Это был большой вызов И они взяли в качестве инструмента движения Это инструменты институт 3.4.0 Действительно, сейчас мы увидим результаты проекта Но к чему оно привело? Компания сейчас на третьем месте в мире по производству колес Входит десятку крупнейших производителей по производству труб И чем они гордятся? Тем, что они запустили полностью по заказное производство Каждая труба, которая выпускается Она имеет свой номер И мы прослежим эту трубу от начала производства От лома цветных металлов до сдачи клиенту Это позволяет планировать производство без остановок То есть повысился коэффициент загрузки оборудования Существенно, скажем, но до 97% Это позволило убрать человеческий фактор из процесса планирования производства Это позволило убрать человеческий фактор при вводе документов Вся информация берется с производства Мы видим везде метки Каждая продукция идет с индивидуальным кодом Который дальше доступен и клиенту Клиент может увидеть, когда произведено колесо, либо труба Какой был материал на входе Какие параметры качества Что необходимо для поддержки этого продукта Сейчас мы видим примеры по обслуживанию оборудования Компания перешла к такому предиктивному методу обслуживания оборудования О чем это говорит? Что они не ремонтируют оборудование по мере его износа Они делают это так, как скажет интеллект Сейчас мы видим рабочего, который вводит Google Glass Это ему помогает понимать, что происходит сейчас в цехе Путем наведения глаза, умного глаза на QR-код Он видит состояние оборудования Что с ним происходит Какой последний ремонт и когда это делалось Система управления складом Если раньше склад интерпайпа Это был такой большой склад То сейчас это полностью сортированный склад Скажем, это цифровой склад Как говорят в интерпайпе Это цифровой двойник склада Также на мобильных устройствах Как видите, вся информация вводится с мобильного устройства Время простоев уменьшилось в три раза Скорость отгрузки увеличилась многократно И что самое главное Сейчас каждый покупатель, каждый клиент Видит свою партию, которую делали специально для него Каждый заказ Он видит от момента начала производства До момента поставки потребителю Какие эффекты у компании? Ну, во-первых, мы понимаем, что при заказном производстве И, скажем, количество заказов увеличивается Количество заказов увеличилось в сотни раз Вместе с тем, процент выполнения заказов срок Более 95% На 20% сократились незавершенные производства На 15% увеличилось стоило Е Все мы помним про 200% прибыли То есть мы видим, что эффективность производства повысилась Мы видим, что на 15% сокращены расходы на ремонты 100% учет каждой операции в производстве И самое главное, что контроль доставки потребителю сейчас идет по часам Каждый потребитель знает по часам, когда к нему придет эта продукция Умная логистика Следующий пример Это компания FED Это компания, можно сказать, такого среднего бизнеса Машиностроительное предприятие из города Харькова Которое выпускает оборудование для авиации Для, скажем, сложного оборудования Точность производства менее 1 микрона Но чем интересно это предприятие? Что действительно оно, скажем так, наполнено рабочими центрами Совершенно новыми Совершенно, скажем, производительными Но надо только правильнее управлять их загрузкой Потому что раньше загрузка этих рабочих центров была где-то менее 50% Почему? Потому что были простои перед ними Они успевали работать в нужном режиме Вместе с тем предприятие поставляет более 60% на экспорт И большая часть идет в Китай Китай не может производить продукцию такого качества и такой сложности И большая сложность изделий Мы также посмотрим ряд примеров цифрового двойника На предприятии построен такой цифровой двойник производства Который позволяет контролировать производство в режиме онлайн И видеть каждый процесс Мы видим здесь пример виртуальной реакции Когда мы видим, что делается на предприятии Это модель цеха Мы видим реальное оборудование На каждом оборудовании написано, что это оборудование делает в текущий момент Если оно зеленое, значит оно работает Если оно желтое, то оно налаживается Мы проваливаемся в такую дополненную реальность Видите, метки остаются над оборудованием Справа это такой производственный твиттер о событиях, которые происходят в производстве. Мы также видим, что делается над каждым станком, какая операция выполняется, что делается прямо сейчас. Сейчас мы видим то, что видит сборщик через Google Glass. Ой, сейчас, прошу прощения. Вот это то, что видит из очков умных. То есть что позволяет это ему? Он видит, что ему надо делать. Ему идет инструкция по сборке. Руки свободны, руки ничем не заняты. Он никуда не смотрит, только на сборку. Вместе с тем идет инструкция, идет обратный счет времени, который тарифицирован ему на эту сборку. И он видит, сколько ему осталось, чтобы эту операцию закончить. Что мы выиграем в этом случае? Первое – контроль качества. Второе – это контроль времени производства и автоматическая регистрация. В конце он притрагивает очки рукой, и сразу идет фиксация факта выработки. Это также плюс для компании. Какие преимущества получил FED? Мы опять видим 95% выпуска заказов в срок. Это при том, что в ходе проекта компания росла. Она выросла с 300 человек до 800. Количество заказов увеличилось в разы. Более 15% увеличение пропускной способности. Это тоже ОЕЕ. 25% сокращение срока выпуска новых продуктов. А мы все помним, что FED выпускает продукцию новую. Более 50% они делают впервые, каждый месяц, каждый период. И самый главный результат – это в том, что они обеспечили соответствие предприятию требованиям, которые есть в мире. Компания работает на внешней рынке, она проходит сертификацию крупнейших авиапроизводителей. И это очень важно для того, чтобы пройти классификацию. Они должны соответствовать тому именно сложившимся ситуации, которые есть в мире для производства. Еще один факт. У нас имеется… Мы проводим форум каждый год. Трансформейшн. Это первый в Восточной Европе форум по индустрии 4.0. Поэтому коды вы можете скачать в презентации по другим кейсам. Компания Донбасс Энерго, например, по предиктиву мейнтеннесс. Компания Метинвест запрошит ретейный механический завод по применению такого инновационного устройства Кайбокс. Есть ссылка на сайт. В этом году мы проводим форум также в ноябре, как и в прошлом. Но мы пошли дальше. Мы поставили сегодня утром устройство Кайбокс на кофеварке, который работает в зале. И на 13 часов я отвел информацию по тому, как работало это оборудование. Первое. Приготовлено 1309 чашек кофе. Самая эффективная кофемашина на террасе с левой стороны 768 чашек. Ну и так далее. Мы видим, где работает эффективно, какая кофеварка. Семь раз попробовала приготовить кофе и ничего не сделала. То есть мы эту информацию видим независимо от того, что знает менеджмент даже об этих кофеварках и как они работают. Я скажу дальше. Если я даже достану свой мобильный телефон и посмотрю, сколько сейчас приготовила кофеварка состоящая в зале за моей спиной, то я скажу, что она приготовила на текущий момент 1072 чашки. А мы смотрели 5 минут назад, было 900 с чем-то. Они работают. Я говорю, они работают. Это тоже пример, как система отражает реальное состояние событий прямо на мобильном телефоне. Что такое кофе-бокс? Это инновационное устройство. На нашем стенде можете познакомиться, как оно работает, попробовать, как подключить его. И это даст вам тоже эффект прямо сейчас. Мы пошли по пути минимизации затрат на подключение любого устройства, которое потребляет электроэнергию к системе. Это делается в течение 5 минут, и вы уже сразу получаете через облако данные о состоянии этого оборудования, простоях оборудования, эффективной работе, неэффективной работе, классификации простоев и так далее. Приходите на стенд, вы это увидите все своими глазами. Ну и я, мне осталось 47 секунд, я не тяну время, я просто говорю о том, что да, компания Тинтерпрайз имеет большой опыт в трансформации компаний. Подойдя к стенду, вы можете узнать об этом опыте, узнать, какие кейсы выполняет компания, какой эффект эти кейсы приносят, и попробовать применить их у себя. Приглашаем к нам. Спасибо. Олежа, дуже дякуємо. И я, коллеги, почекайте, будь ласка, найдіть, найдіть, питання від залу, коллеги, пишемо в чат-бот свои запитання, и я отримав аж три однакових. Скільки це все коштує? Значит, кейбокс, одразу, да? Кейбокс – это сервисная модель. То есть обычно, чтобы подключить станок, вам нужно пригласить электрику, сделать проект, шкаф, еще что-то. Кейбокс – это сервисная модель. 50 долларов в месяц. Вы платите за то, чтобы получать полную информацию о состоянии оборудования. Если говорить про нашу систему цифровой трансформации, то зависит от того, какие процессы. Ну, в принципе, проекты есть разные. Начинаются от 100 тысяч гривен. Чудово. Насправді, дуже дякую Олеже, дуже дякую за виступ. Коллеги, будь ласка, подякуємо ще раз нашому спікеру. Олеже, будь ласка, подякуємо. Дякую.